МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа о главных новостях прямо сейчас. В студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. Бьем тревогу. Выявлены 5 районов республики с наибольшим количеством заболевших коронавирусом. Диверсификация производства. Как завод имени Чапаева внедряет новые технологии? Летний отдых все же в планах. Загородные детские лагеря республики готовятся к приему школьников. Эпидемиологическая обстановка в республике остается сложной. Наибольшие опасения вызывают 5 районов. Ядринский, Чебоксарский, Батыревский, Маргаушский и Парецкий. За прошедшие выходные в общей сложности там было выявлено 28 случаев заболевания коронавирусом. Город Ядрин и район лидируют по количеству заболевших COVID-19. Здесь в 4 раза превышен среднереспубликанский показатель заболеваемости. Профилактические меры не дают ожидаемого результата. Почему-то только сейчас выяснилось, что там не хватает дезинфицирующих средств. Рабочая группа оперштаба, которая планирует завтра выехать в Ядрин, имеет вполне конкретные задачи. Возможно ли провести ограничения и как организовать свободное перемещение граждан за пределы города по прекращению транспортного сообщения по автомобильным дорогам на территорию города Ядрин, включая общественный транспорт и личные автомобили, рассмотреть варианты запретов уличной торговли, потому что были обозначены моменты в Ядринском районе, что уличная торговля продолжала свою работу. И, как возможно, предложение по сокращению количества объектов торговли на 50%. Ну и, конечно, посмотреть, как проводилась дезинфекция и посмотреть, чем помочь для того, чтобы на территории района усилить меры по дезинфекции как территории, так и помещения организации, независимо от формы собственности. Анализ ситуации в пяти проблемных муниципалитетах провели по поручению Олега Николаева, Роспотребнадзор и прокуратуры республики. Эпид-ситуация в районе и в городе абсолютно не контролировалась, необходимые работы не проводились, поэтому прошу максимально подготовившись завтра, прям с утра, оперативно все моменты отработать и принять все необходимые меры по защите, прежде всего, здоровья и благополучия населения, которые проживают на территории Ядринского района. Тем временем глава Ядринской районной администрации Андрей Сафронов и глава администрации Ядринского городского поселения Павел Бажайкин написали заявление об увольнении по собственному желанию. Вопросы предупреждения распространения инфекции в Ядринском районе находятся на особым контроле в Рио главы Чувашии Олега Николаева. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика. По данным сайта stopcoronavirus.rf, в Чувашии зафиксировано 2387 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 97 за последние сутки. 720 человек выздоровели, 11 умерли. Из-за постоянного увеличения количества заболевших COVID-19 о смягчении ограничительных мер речи пока идти не может, отметил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Ростелеком оснастил 7 подстанций скорой помощи системой облачного видеонаблюдения. Технология призвана помочь медицинским работникам выполнить все требования безопасности и сдержать распространение коронавирусной инфекции в Чувашии. Сотруднику Ростелекома предстоит войти в помещение, где с большой долей вероятности есть вирус COVID-19. В комнате, где медперсонал после контакта с зараженными обрабатывает костюмы спецзащиты, он должен установить камеру видеонаблюдения. Сигнал с нее поступит в главный корпус Республиканского центра медицины катастроф. На всех наших подстанциях находятся камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения. Для контроля качества использования средств индивидуальной защиты с целью контроля дезинфекции, обработки и для безопасности наших сотрудников. Специалисты Ростелекома оснастили облачным видеонаблюдением подстанции скорой помощи в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Ядрине, а также в селах Батревского и Вурнарского районов. В случае нештатной ситуации запись с камеры поможет медицинским работникам разобраться в проблеме. Если выявляются какие-то нарушения, допустим, с нашей стороны, чтобы впредь таких нарушений не было, чтобы такие ошибки аннулировались. Данные, которые фиксируют камеры, отправляются в облачное хранилище. В течение двух недель сотрудники медицинского центра могут посмотреть любой интересующий их фрагмент записи. Ну и наиболее удобной, наверное, функцией данного продукта, на наш взгляд, является возможность просмотра контента, который сосредоточен в облачном хранилище на любом мобильном устройстве. Не только на стационарных компьютерах или планшетах, мониторах, которые установлены в центре. Поэтому это позволяет очень быстро реагировать и решать разные задачи, которые стоят сейчас и перед Минздравом, и перед администрацией республики в целом. Александр Соловьев, Валерий Рязюков, Республика. О стратегии отрасли информационных технологий и связи говорили сегодня на совещании в Доме правительства. Речь идет о ближайших пяти годах, в течение которых в республике поэтапно будут сформированы цифровая экономика и цифровое общество. Все с приставкой цифра – экономика, управление, технологии, инфраструктура, безопасность. На все про все отведено пять лет. Невозможно продвижение практически всех принципов, заложенных в цифровой экономике и развития цифровых услуг. Так, до 2021 года в Чувашской республике будет реализовано подключение по автоволоконным каналам связи порядка 340 объектов. До конца же будущего года будет подключено еще 698 объектов. Надо еще отметить о том, что в рамках реализации этого большого проекта в Чувашской республике также будет создано 441 узел связи, это в сельской местности. Создание цифровой связи позволит нам обеспечить более качественным интернетом и вообще связью довольно большую часть территорий населенных пунктов, находящихся в сельской местности. Приоритеты понятны. Если города и крупные населенные пункты республики уже обеспечены связью хорошего качества, то села и деревни еще только оснащаются широкополосным скоростным интернетом. Рельеф местности в большинстве своем сложный. В некоторые точки малые операторы опасаются заходить и вовсе. Вложения могут не окупиться. Чтобы дать толчок развитию, правительство планирует выделить субсидии тем, кто рискнет строить там свой узел. Из этих задач мы одним из направлений нашего министерства, и сейчас это будет прописано в прописанной стратегии развития Чувашской республики, видим разработку механизмов, возвещение операторам сотовой связи, затрат, связанных со строительством базовых станций, для того, чтобы на основе этого они потом могли представлять эти качественные услуги связи. То есть у нас порядка таких 20 объектов, стоимость примерно возведения и компенсации может составлять порядка 2 миллионов на один объект. К концу 2021 года доступ к интернету получат все социально значимые объекты. Работа началась еще в прошлом году, а в планах на этот еще 110 объектов. Активно развивается портал госуслуги. Там зарегистрировано 83% населения республики. Заработал сайт о ходе реализации национальных проектов. Среди приоритетных задач на ближайшие годы – выстраивание сквозных процессов при оказании государственных услуг, создание центра цифровых компетенций, полный переход на компоненты отечественного программного обеспечения, создание особого налогового режима с ольготными условиями для IT-компаний. Оборонный комплекс страны встает на рельсы диверсификации производства. В их числе и Чебоксарское объединение имени Василия Чапаева. Это старейшее предприятие республики имеет большой портфель заказов гражданского назначения. От салютов и фейерверков до детских мечей и резиновой обуви. Новые производственные мощности показали в Рио главы республики Олегу Николаеву. Многопрофильное предприятие получает поддержку от федерального правительства. В 2019 году из бюджета страны было выделено более 45 миллионов рублей. Большая часть этих средств ушла на налаживание высокотехнологичного производства уплотнительных элементов для нефтеперерабатывающей промышленности. Это новая позиция для завода. Конечно, судьба такого крупного предприятия является зоной особого внимания руководства республики, потому что здесь, на этом предприятии работают более 200, вернее, 2300 человек. И очевидно, что такое крупное предприятие, которое производит сотни видов продукции, является для нас приоритетным. Кроме того, это предприятие является предприятием обороны промышленного комплекса. И здесь стоит задача наладить продукцию гражданского значения. Это задание президента страны. Чтобы работники предприятия активнее осваивались в новом технологическом пространстве, здесь вплотную занялись переобучением и повышением квалификаций. На это из федерального бюджета планируют выделить более 2 миллионов рублей. Нужно было самую современную технологию применить для производства резин. Поэтому здесь ушли от таких тяжелых профессий, опасных профессий, как вольцовщика, машиниста шли с машины, и перешли на полностью автоматизированную линию. Облечили нам это новое облечивание. Раньше было тут грязное, тут сейчас чисто. Как будто я сам этот. Приходим с настроением. Все хорошо, все нравится. На встрече с руководством завода обсуждали новые идеи, связанные с последними разработками российских ученых в этой сфере. Их реализация позволит создать дополнительные рабочие места. Валерия Дружнец, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. Всю прошедшую неделю федеральные и региональные эксперты в режиме ВКС обсуждали индивидуальную программу социально-экономического развития Республики. На связи со специалистами были заместитель председателя кабинета министров Чуваши Алла Салаева и генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меломед. О предварительных итогах говорили сегодня на совещании в Рио главы Чувашии. Был детально проработан практически каждый блок. По здравоохранению есть намерение построить в Чувашии ряд больниц и реабилитационных центров. Для продвижения регионального туризма важно создавать муниципальные бренды. Их надо разрабатывать с учетом местных достопримечательностей, экспозиции краеведческих музеев. Особое внимание известным людям, уроженцам республики. Одно из главных решений по программе цифровизации – создание центра компетенции в сфере IT. Здесь сосредоточат все ресурсы по обучению школьников и студентов и повышению квалификации специалистов отрасли. Важно в кратчайшие сроки доработать направление. «Хотелось бы обратиться, это просьба Игоря Ильича в течение нескольких недель, так как вся программа, она, конечно, заточена на межведомственное взаимодействие, и любое направление синхронизируется для достижения общих результатов, которые мы должны прийти через пять лет. Но, во-первых, всем еще раз проанализировать, провести свои внутренние обсуждения уже проектов, мероприятий, повторюсь, с участием федеральных и республиканских региональных экспертов и с привлечением бизнеса, и сделать предложение. Игорь Ильич отдельно хотел обратить внимание на промышленность и синхронизацию с муниципалитетами». Кражи зеркал заднего вида автомобилей раскрыли сотрудники уголовного розыска в юго-западном районе Чебоксар. Всего пострадало 18 автомашин. По предварительным данным, сумма ущерба составила несколько сотен тысяч рублей. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД «Чувашия». «Они боялись, что сигнализация заработает, задержат вас, услышат хозяева». «Столько выпили, что уже ничего не боялись». Пьяная храбрость молодых людей теперь обойдется ремонтом для автовладельцев. На минувшей неделе в полицию обратилось 18 человек, у которых в ночное время были похищены или повреждены зеркала заднего вида. В основном пострадали владельцы иномарок, проживающих по улице энтузиастов и грасиса. Сразу после первых сообщений были ориентированы наряды полиции, тщательно проверенные места преступлений. В кратчайшие сроки злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 5 у МВД России по городу Чебоксары. Ими оказались двое чебоксарцев в возрасте 21 и 22 лет. Нашлись также и похищенные автодетали, которые хранились в гараже. Данные молодые люди были задержаны, в настоящее время находятся под домашним арестом. Все похищенное имущество было у них изъято. Данные молодые лица пояснили, что собирались разукомплектовать похищенные зеркала заднего вида и продать на запчасти. Молодые люди в поле зрения правоохранителей попали впервые. В настоящее время по факту краж возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Ремонтные работы, проходящие в столице республики, имеют теперь строгий свод правил. Их необходимо соблюдать. К требованиям безопасности добавилось эстетическое оформление. Масштабной реконструкцией подверглась в этом году территория Центральной городской больницы по проспекту Ленина. Здесь под землей находится насосная станция, которая обеспечивает водой весь центр города. Рабочие заменили чугунный водовод, который эксплуатировался более 40 лет. С учетом масштаба ремонта, строительную площадку пришлось огораживать в нескольких местах. Сложности были в чем? Потому что это площадка, больница, постоянно приезжают больные, значит, техника заезжает. То есть здесь стесненность была в таких вот условиях, очень жестких. И приходится каждую площадку огораживать. Мы выполняем работы ведь и на проезжей части, и на первых линиях, да, в магистралях, и во дворах. То есть это лицо предприятия, которое выполняет эту работу. И они должны соответствовать. Если у нас штакетник желтый, ярко-красный, он издалека заметен, что это работники водоканала огородили тот или иной колодец, ту или иную там провал. Штакетники у нас сделаны, мы его даем в каждый цех, у них есть ответственные закрепленные люди, они их обслуживают, ремонтируют, подкрашивают. И наша техническая служба, надзорная, которая проверяет, она обязательно контролирует. Это обязательные требования ко всем исполнителям, производителям земляных работ. Красота во всем, даже когда разрыты траншеи и ремонтные работы в самом разгаре. То, что такие площадки должны быть ограждены, законом определено давно. А после внесения изменений в регламент по проектированию и внешнему виду ограждений, размещаемых на территории города Чубаксары, делать это нужно по определенным правилам. Использовать самодельные конструкции из досок, отходы стройматериалов нельзя. Под запретом и сетки рабицы, железобетонные деревянные секции. У нас имеется документ, в соответствии с которым мы можем и должны вести контроль за состоянием и архитектурно-градостроительным обликом этих элементов города. На сегодняшний день без ограждения, с целью обеспечения безопасности производимых работ, ограждения есть в большинстве случаев. Но эти ограждения, хочется, чтобы они выглядели красиво, эстетично, чтобы они не оскорбляли наши глаза, глаза наших горожан. Вот, для этого как раз принят этот документ. Нам бы хотелось, чтобы впечатление о нашем городе в том числе складывалось из хорошего, качественного ограждения этих объектов. В числе рекомендаций размещение на счетах информации о проводимых на участке работах, о производителе номера телефонов ответственных лиц. Безусловно, ремонтные работы считаются завершенными лишь после того, как будет сделано благоустройство. А это значит, что надо заасфальтировать, посадить газонную траву, убрать строительный мусор, вывести все отходы и сдать ордер управлению ЖКХ и благоустройства. Нарушителям грозят штрафы. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Загородному летнему отдыху все же быть. Пока органы власти надеются открыть сезон 1 июля, если все будет благополучно по эпидемиологической обстановке. В трех муниципальных лагерях провели основательный ремонт. После дистанционного общения школьники Республики с нетерпением ждут выезда за город, чтобы посидеть вечером у костра, послушать истории и, наконец, обрести друзей, вполне себе настоящих, не виртуальных. Подготовиться к этому сезону времени было чуть больше, почти на целый месяц. В лагерях Бригантина, Волна, Березка. Провели ремонт на общую сумму более трех миллионов рублей. Гораздо все как-то эргономичнее стало, удобнее, просторнее. Перегородки новые сделали, вот эти все белые полностью. Овощной церковь полностью перекроили, туда холодильник поставили, чтобы туда-сюда не было организационное дело. В целом в лагере уже все готово, вплоть до того, что осталось белье застелить и детей принимать. Но остались маленькие нюансы, то есть где-то уборка территории, где-то, может быть, проверить, там, горят ли лампочки или что-то еще. То есть буквально остались такие мелочи, которые достаточно устранить, там, в течение, там, двух-трех дней лагерь будет сто процентов готов к сезону, к заезду. Главное отличие текущего сезона – соблюдение мер безопасности в связи с коронавирусом. Об этом сегодня говорили на совещании Уврио главы Чувашии. Мы прекрасно понимаем, что первым июля у нас никуда коронавирус не денется. Даже если будет темп, как говорится, и снизить количество болеющих этой инфекцией, то, соответственно, особый режим подготовки в плане медицинского обеспечения в детских лагерях, он должен быть осуществлен и сделан. Рекомендации ждут от профильных ведомств. Безусловно, это и соблюдение санитарно-гигиенических норм, это определенное социальное дистанцирование. Те рекомендации, которые мы получим, мы будем внедрять в наших лагерях для того, чтобы отдых был безопасным в первую очередь. Когда откроются летние лагеря, будет решать Роспотребнадзор. А пока любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном онлайн-лагере. Это социализация, пускай и онлайн, но ребенок онлайн получает задания и вместе с родителем или сам выполняет в зависимости от возраста, потому что возраст школьника никак и не регламентируется, то есть все по желанию родителей. Создаются чаты в WhatsApp, поэтому можно будет, очень интересно, и это интерактив, очень интересно проводить время. Разделены даже смены, уже творческие задания придуманы, поэтому здесь регулируют все опытные педагоги. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. Сегодня, 25 мая, прошел грандиозный всероссийский онлайн-марафон, посвященный последнему звонку. Одной из ведущих стала школьница из Чувашии, активистка российского движения школьников Мария Афанасьева. Мы общаемся с представителями регионов, с учениками, с преподавателями. Рассказывай, кто у тебя сегодня первый гость в нашем эфире. Итак, первый гость к нам подключается из Ильяновской области. Область передает вам всем огромный привет. Вместе с ведущим Иваном Карповым Мария беседовала в прямом эфире с гостями и участниками праздничной акции. На связи были выпускники по всей стране. В этом году марафон стал альтернативой привычному прощанию ребят с школьной жизнью. В самом начале школьников поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов. Теплые слова на путстве сказали звезды российской эстрады, руководители органов образования и школьные наставники. Прямая трансляция мероприятия велась на официальной странице Министерства образования Чувашии в социальной сети ВКонтакте. В честь столетия Чувашской автономии повара из Чувашии и Узбекистана вместе приготовили плов. Совместный мастер-класс, конечно, шел онлайн. На столе в лаборатории Чебоксарского кооперативного института все, что нужно для приготовления национального блюда. Мастеров нашей республики и Узбекистана связывает давняя дружба. Они активные участники многих престижных кулинарных фестивалей. Бок о бок стояли за рабочими столами. Юглей Чувашии – веселый повод обсудить все нюансы готовки любимого всеми народами блюда. Друзья рады встрече. Наше кулинарное сообщество всей России и Чувашской республики тоже мы стараемся быть на равне на мировом уровне. Я очень тронут вашим выступлением и хочу сказать большое спасибо за нашу дружбу. И мы ждем вас, всю вашу команду на столетии нашей автономной Чувашской республики если этот коронавирус пройдет и у нас настанет мирные дни, мы будем вас ждать. Правда, кого? Спасибо. Священно действовали на условной многонациональной кухне сам мастер и студент республиканского филиала института, призер и победитель всероссийских и международных кулинарных конкурсов Александр Ганиашвили. Телемост, Ташкент, Чебоксары смотрели обе заинтересованные стороны. Мастера национальной кухни обменивались советами, подмечали нюансы. Мастер-классы по приготовлению самых разных народных блюд организаторы планируют проводить регулярно. Пока в интернет-пространстве. Это были новости понедельника. До свидания.